МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К фестивалю они готовились усердно, ведь достойных соперников множество. Мы всю неделю субботы тренируемся, кроме воскресенья. Сегодня здесь, как ты считаешь, достойные у нас участвуют? Есть, которые недостойные. Выступаю уже где-то 12 раз, и мне нравится заниматься этим. Конечно, есть травмы, но это не проблема, чем заниматься. Ага, скажи, как ты оцениваешь сегодняшний фестиваль ребят с твоих соперников? На 10 из 10 ребята классные, двигаются хорошо, новые движения, открыл для себя. Руководители танцевальных клубов из соседних городов уверяют, пропустить фестиваль, который на сегодняшний день достиг невероятного уровня, большая ошибка. Мы стараемся всегда приезжать на все фестивали, и сюда тоже. Здесь мы уже где-то четвертый-пятый раз. Я сам примерно четвертый, мои ребята, наверное, уже пятый. Уровень постоянно растет, новые участники. Сегодня география вообще отлично. И из Иркутска есть, и из Новосибирска, и с территории края. Очень здорово приезжать, всегда рады. Фестиваль «Восточная жара» за свои 6 лет стал по-настоящему популярен среди ребят, которые связали свою жизнь с современным видом танцев. Именно поэтому организаторы собирают большое количество молодежи с различных территорий Сибири. На сегодня уровень настолько вырос, что даже опытные брейк-дансисты приезжают в наш город из Москвы и преподают мастер-классы юным танцорам. Так как брейкинг сейчас стал спортивным, я давал систему, по которой мы сейчас, как спортивные судьи, оцениваем ребят. Система фейдеров, которая включает в себя физические качества, оригинальность и музыкальность. В данном случае на мастер-классе каждый фейдер мы раскрывали, работали над каждым показателем. И моя главная задача, чтобы ребята танцевали, выигрывали, делали это чисто качественно и уже с высокими результатами на победу. Стоит отметить, проект «Восточная жара» Федерации брейк-данса ежегодно является грантополучателем городского конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций и ежегодно получает финансовую поддержку на проведение фестиваля. В этом году сумма составила 85 тысяч рублей. Кристина Кущева, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.